Здравствуйте, в эфире ТВ Руден и информационная программа новости в студии Джоша Раби. На первой международной конференции по спортивному праву, организованной Российским Университетом Дружбы и Народов были затронуты важные вопросы, такие как создание спортивного кодекса в России. На мероприятие побывала Евгения Городилова. Спорт – важная составляющая жизни любого человека. Но кроме того, спорт – это и государственное управление, и вопросы финансового характера, а также различные ситуации, которые требуют справедливого и мудрого разрешения. Тема правового регулирования в спортивной сфере с каждым годом становится все более актуальной. Видные юристы и спортсмены посетили первую международную конференцию по спортивному праву, организованную Российским Университетом Дружбы и Народов. Самая главная задача здесь – обменяться идеями, изучить зарубежный опыт, опыт субъектов Российской Федерации, с тем, чтобы количество наших идей, которые в конечном счете должны обязательно результироваться в конкретной законодательской инициативе, чтобы вот это количество идей возросло. Спортивное право, как отрасль юридической науки, на сегодняшний день находится лишь в начальной стадии своего развития. и требует глубокого и тщательного изучения. Спорных вопросов, новых идей и инициатив накопилось достаточно. Первая международная конференция, посвященная данной теме, стала прекрасной площадкой для выступления и обсуждения многих из них. В скором времени в Российской Федерации пройдут такие серьезные мероприятия, как Олимпийские игры. И проблема спортивного права выходит на первое место. Также Россия становится спортивно ориентированной страной. И в связи с этим спортивное право, как бы развитие, усовершенствование этой отрасли права выходит на одно из лидирующих мест. Определились также и направления работы. Остро стоит вопрос о создании в России спортивного кодекса. Почетный гость конференции, советник президента Российской Федерации по правовым вопросам Вениамин Яковлев в своем комментарии отметил, что спортивное право принципиально отличается от других отраслей юридической науки, от гражданского и уголовного права, где кодексы необходимы. Создание спортивного кодекса в России – вопрос спорный, требующий тщательного изучения и обсуждения общественности. Евгения Городилова, Фатя Амрайш, Новости ТВ РУДН. На факультете гуманитарных и социальных наук РУДН прошла конференция, посвященная памяти Патрис Лумумбе. Более 30 лет Университет Дружбы Народов носил его имя. Тему продолжит Александр Тузова. На факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета Дружбы Народов прошла конференция, посвященная памяти Патрис Лумумбе. После провозглашения независимости Демократической Республики Конго Патрис Лумумбе стал ее первым премьер-министром. Позднее он был снят с поста президентом, арестован и вскоре убит. Однако для миллионов африканцев он остается харизматичным лидером, символом борьбы за национальную независимость и государственный суверенитет. Более 30 лет Университет Дружбы Народов носил его имя, а в 1992 году был переименован в РУДН. Нам очень важно восстановить этот образ памяти людей, объяснить, почему университет, не только наш университет, а улицы, площади и многие другие объекты были названы именем этого национального героя. Помимо студентов и преподавателей, участниками конференции стали посол Королевства Бельгия в России Гитру Веруа и посол Бенина Габриэль Качёфа. Они поблагодарили студентов РУДН за организацию памятного мероприятия и пожелали успехов в их инициативах. В рамках конференции также демонстрировали документальный фильм об африканском борце за независимость. Чтобы показать другие страны, что у нас тоже там в Африке, у нас вообще большая история тоже. День памяти Патрисы Лумумбы проходит ежегодно. Его организатором является землячество студентов РУДН из Демократической Республики Конго. Александра Тузова, Фадия Амрайш, Новости ТВ РУДН. 70 лет назад под Сталинградом решилась судьба всего цивилизованного мира. Этим событием и юбилейной дате посвящена межвузовская научно-практическая конференция «70 лет победы в Сталинградской битве». Подробности у нашего корреспондента Отними у народа историю, и через поколение он превратится в толпу. А еще через поколение им можно управлять, как стадом. Йозеф Геббельс Наше время грешит тем, что молодое поколение начинает забывать свою историю, а средства массовой информации искажают и умалчивают события прошлых лет. Напомнить, открыть новые страницы и не дать переписывать исторические факты вот основные цели межвузовской научно-практической конференции «70 лет победы в Сталинградской битве», организованные Российским университетом дружбы народов при участии военного университета Министерства обороны Российской Федерации. 70 лет назад в Междуречии, Волге и Дона решалась судьба всего цивилизованного мира. По масштабам и ожесточенности битва у стен Сталинграда превзошла все прошлые бои. Над территорией почти в 100 тысяч квадратных километров сражалось более 2 миллионов человек. Для Советского Союза, который понес большие потери в ходе сражения, победа в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году. Сталинградское сражение стало началом Великой Победы. Сталинградская битва и победа в этой битве очень важна не только для нашего народа, но и для всего мира. Это стало переломным моментом в истории. Именно после нее весь мир понял, что фашистскую Германию можно победить и нужно это делать. В конференции, посвященной 70-летию Великой Битвы, приняли участие студенты, представители университетов Москвы и, конечно, сами ветераны. Ведь только они могут рассказать, как все было на самом деле. Не было у нас ни одного, я просто лежал, уже потом. Чтобы кто-то говорил, что мы можем победить, все гиперфильнее, никогда не было у нас. Поэт Константин Симонов писал о Сталинградской битве. Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Но также важно, чтобы это помнили не только ветераны, но и молодое поколение и передавали эту память своим детям, а те, в свою очередь, внукам и правнукам. Нет будущего без знания. Здесь надо знать историю, когда он будет смотреть. А так мы окажемся, и ванны не полностью родственники. Наша Родина не достойна такого. Также в рамках конференции продемонстрировали фильм, подготовленный Музеем Руден. Ветеранов войны, участников тех героических событий, остается с каждым годом все меньше и меньше. И тем важнее успеть выразить признательность героям, людям с большой буквы, сказать им слова благодарности за победу, мир и возможность жить, подаренному каждому из нас. Александра Тузова, Азим Шахрияр. Новости ЭВРУДН. Национальный день молодежи в Камеруне – один из самых ярких и ожидаемых праздников, который традиционно отмечается в феврале. В честь этого события студенты Руден из Камеруна организовали выставку, посвященную культуре и истории своей страны. Про мероприятие расскажите Евгения Городилова. Национальный день молодежи в Камеруне – один из самых ярких и ожидаемых праздников, который традиционно отмечается 11 февраля. Танцы, концерты, выставки и конференции длятся целую неделю. В честь этого праздника студенты Руден из Камеруна организовали выставку, посвященную культуре и истории своей страны. 11 февраля этому празднику исполнилось 47 лет. И как в обидче, потому что студенты из Камеруна, которые здесь раньше были, они думали, что если в Камеруне проводятся такие мероприятия, надо, чтобы тоже в Рудене проводились такие мероприятия. Представители землячих студентов из Камеруна охотно отвечали на вопросы, рассказывали об экспонатах выставки, играли свою музыку. Мы показываем наши национальные одежды, национальные вещи, мы показываем нашу культуру. Это очень важно, потому что мы тут как представители Камерона. Мы представляем Камерон здесь. И нам нужно показать людям, которые не знают Камерон, что есть в Камероне, чтобы они хорошо знают, что такое Камерон, почему есть Камерон, а что есть в Камероне. Замечательная выставка. Мне вообще запомнилось все, вплоть от бытовых вещей и до одежды. Это все очень интересно, и мне нравится вообще посещать такие выставки. Так студенты из самого многонационального вуза России побывали и в Камеруне. Ведь такие выставки лучше любого путеводителя и фильма. Живое общение, национальные танцы и музыка помогут по-настоящему окунуться в чудесный мир культуры любой страны мира. Евгения Градилова, Фадия Амрайш, новости ТВРУДН. В День Святого Валентина студенты Российского университета Дружбы Народов могли услышать признание в любви на всех языках мира, а также участвовать в оригинальных конкурсах. На праздники побывала наша съемочная группа. 14 февраля день особенный. Праздник влюбленных. Холл Российского университета Дружбы Народов украшен открытками. Играет красивая музыка. Звучат признания в любви на всех языках мира. Вовь для меня это счастье, любимый человек рядом. Маленькое сердечко. Ну, любовь для меня все. Это самое главное в жизни для меня. Любовь для меня. Девочки, держите, пожалуйста. Это жизнь. Без любви не существует жизнь. Песни, танцы, конкурсы. У студентов даже появилась возможность зарегистрировать свои отношения в специальном ЗАГСе. А самые творческие попытали удачу в фотоконкурсе «Я люблю». Праздник организован женским комитетом РУДН. Любовь для меня это прежде всего взаимоотношения, чувств между мужчиной и женщиной, между парнем и девушкой. И вообще это такие ощущения, когда приятно находиться в окружении девушки, которая тебе дорога и которая тебе действительно очень приятна. И между вами происходят какие-то теплые отношения. Жизнь и учеба в РУДН насыщены яркими событиями, а этот праздничный день останется в сердцах студентов. Ведь многим из них университет подарил не только крепкую дружбу, но и любовь. Евгения Городилова, Азим Шахрияр. Новости ТВ РУДН. На этом наш выпуск завершен. С вами был Джоша Арабии. Всего доброго. И помните, Матушка Россия всегда будет рада видеть вас успешными и счастливыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова